Проповедь 72 Господи, вот кого Ты любишь, болен. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 3 стих. Нас не должно удивлять, что кто-то, кого любит Господь Иисус, болен. Наша принадлежность к Детям Божьим не избавляет нас от слабостей человеческой жизни. Завет милости – это не охранная грамота против чахотки, ревматизма, астмы. Телесные страдания будут сопровождать нас до гроба. Вероятность заболевания тех, кого любит Господь, даже больше, чем у других, потому что они подвергаются особому воспитанию. В Библии написано «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Страдания всякого рода – это признаки усыновления Богом, принадлежности к Его детям. И Бог часто использует болезни в качестве средства для воспитания. Поэтому стоит ли удивляться тому, что нам приходится лежать больными в постели? Если Иову, Давиду и Езекии приходилось страдать, то кто мы такие, чтобы удивляться нашим страданиям? Некоторые ученики Иисуса принесли бы мало пользы, если бы им не пришлось перенести болезни. Волевые люди склонны становиться властолюбивыми и безучастными, и поэтому они нуждаются в том, чтобы их положили в плавильный сосуд. Есть такие плоды, которые не созревают, если их не отбить. Часто болезнь возлюбленных Божьих становится благословением для других людей. Болезнь Лазаря была болезнью к славе Божьей. Страдания праведных могут принести пользу для народа Божьего и для мира. Наше свидетельство в болезни может пробудить беспечных, убедить сомневающихся, обратить неверующих, утешить скорбящих. Если такое возможно, то неужели нам еще хочется избегать боли и немощей? Разве мы не будем довольны, если наши друзья смогут сказать и о нас? Господи, вот кого Ты любишь, болен.